Самый принцип, который был и в патенте, который я показывал, в коричке протестов, в дисках выращивания, и даже почти, в этом варианте, почти. То есть два диска, один вращается быстро, а другой медленный. Лампочки, здесь зеркала, которые фокусируют прошедшую доску свет на фотоприемнике, и быстрый диск прерывает свет с частотой звуковой, а медленный диск прерывает свет с частотой ритма. Вот так вот все выглядит. Выглядишь? Это неизбежно, как это будет. Капуста, но еще и снег. Значит, самая низкая клавиша... Так, это магнитный телефон. Самая низкая клавиша дает два глорителя. Сейчас нахрен все работает. Вторая на два. На три. На четыре. На пять. На шесть и так далее. До пятнадцати. Нижняя клавиша звучит самой низкой, самым низким тоже. Вторая – отстава вверх. Третья – где натуральная клавиша через октаву. Четвертая – четыре раза лучше. Вторая – и так далее. Т.е. по ряду гармоников. Двух, какой бы всегда, из-за этого инструмент практически не использовали. И еще один глас, который не позволял их использовать. Ну, допустим, попробуем. Т.е. по ряду гармоников. Т.е. по раму. Т.е. по раму. Т.е. по раму, т.е. по раму, т.е. по раму. Продолжение следует заработать. И, ну, кому-то, кому-то два хватит, если сейчас заработает. Можно менять кампу его. Главная проблема, конечно, была в том, что, хотя Сергей Каулу, это жанра Герменов, как инструмент, на котором можно попытаться реализовать сочинение Каулу, в котором сочетали абсолютно невозможные ритмы, на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 7 и так далее, на 5. Оно так и не было исполнено. Я так понимаю, что современная так извлекла техническая концепция, что он абсолютно не учел того, что на самом деле, вообще-то вообще-то, ритм не должна нас читать в доле. Мы не можем начать в доле. Мы нажимаем, попадаем в какую-то произвольную, то есть у нас в ритме все это крутится. Но это нигде нет первой доли. Поэтому он сегодня хорош как самовое, если нет, в принципе. Но, как-то, если инструмент исполнения музыки, которая написана, предполагает все-таки контрольный ритм, в общем, в данном случае, у нас проблемы очень много. А вот там написано, что это инструмент 65-го года. Привидительно. Следовательно, их несколько было сделано. Если он разработан в 30... Вот было два вот таких. Это 32-й? Это 31-й год. Значит, их было два построено в США. Это Джозеф Шейнгер, тоже наш статистик, мигрант 26-го года. Учитель Гершина, Гена Миллера. То есть он создал систему композиции, которая так называется, систему композиции, которую он учил чуть ли не полномерия по переписке. Поэтому он был очень богатейшим человеком. И он создал этот труд, который назывался «Математические основы искусства». А, ну, чуть-чуть. Вот, все, окончили. Ну, у него стабилизированные пальманы. Ну, у него стабилизированные пальманы. Ну, у него... Фемор здесь просто... Да! Почти за... Я вам отрастил. Спасибо. Спасибо.